Всем большой привет! С вами Полина Холод и сегодня мы с вами будем наряжать вот эту вот елочку и просто комнату будем наряжать к новому 2019 году. Я думаю, что это видео будет очень интересное, так как сейчас многие блогеры украшают свой дом, свою квартиру и сегодня я тоже решила нарядить, но многие блогеры начали снимать еще в начале декабря, но я считаю, если снимать в начале декабря такое видео, это как-то уже потом будет в конце декабря не особо интересно, тебе уже елка вот эта вот будет надоедать. И у нас в этом году вот такая вот елочка, в принципе, как и всегда, небольшая из магазина FixPrice. В магазине FixPrice, правда, хорошие елки, если вы еще не покупали искусственную хорошую елку, то есть большая елка за 200 рублей и такая средняя за 100 рублей. А если вы вообще не любите украшать елки, то можете вообще купить уже елку, которую там нарядили за вас и стоит вообще недорого. В общем, саму елочку мы собрали, поставили ее, она кажется высокая, но на самом деле я вам покажу, она не такая высокая. Такая вот у нас зелененькая елочка красивая и сейчас вам покажу, как вот у меня здесь все выглядит в комнате. Ну что, сделаю небольшой рум-тур по комнате. На самом деле рум-тур у меня уже был очень много раз на моем канале и новогодний рум-тур, и просто обычный рум-тур комнаты. Я постараюсь оставить ссылочки в описании, можете посмотреть. Каждый год у нас что-нибудь такое разное. В общем, ну вот я стояла, здесь у меня штатив сейчас стоит мой и теперь приступаем к елочке. Вот значит, как это все выглядит. Во-первых, елка у нас стоит именно на стуле. Стул украшен красивыми такими вот салфетками. На самом деле эти салфетки для того, чтобы стол украсить, но у нас свое ноу-хау. Вот как выглядит у нас красивые там разные совершенно салфеточки, типа такой сугроб. Ну на самом деле круто. Еще как бы украсим внизу, я думаю, будет вообще зашибенно. Носок. Вот такой вот и фраше. Я показывала вам его, в подарок прислал. И может быть сюда Дедушка Мороз что-нибудь положит. Вот такая вот елка. Очень классная елочка. И уже гирлянду сделали сразу. Видите, она такая беленькая. Правда, конечно, круто было бы, если бы она была не белая, но у нас только такая гирлянда, и вообще мы ее еле нашли. И спряталась, и вот искали ее на полчаса. Так что заслуженный лайк поставьте. Далее хочу вам показать. У нас вот здесь вот, видите, красивые такие персонажи. Это каждый год мы в магазине Галамарт покупаем животных. И еще у нас будет новенькое животное. В этом году не могу сейчас вам показать, что-то я найти не могу. Это поросенок, короче, купили мы. Приклеим сюда. Далее здесь все будет меняться. Обязательно здесь будет все по-новогоднему. Фотографии, конечно же, эти все уйдут. А может быть останутся, не знаем. Далее сейчас подвину штатив. В общем, вот у нас как выглядит сейчас здесь. Может быть тоже украсим. Ну вот видите, здесь у нас такие красивые наклейки из магазина Лента. Сейчас вам покажу наборы, как выглядят. Вот хом-клуб фирма. Есть цветные наборы. Кстати, в том году по акции их покупали, а сейчас, по-моему, они без акции. Просто клеите на специальный там клей. В общем, есть. Очень круто. Видите, какая красота. Сейчас вам сфокусирую. И вот варежка еще есть. Потом моя елка. Я ее купила в фикс-прайсе за 25 рублей, кому интересно. Вот, еще покупки не показывала, не успела снять. У меня очень много видео для Нового года. Я не успеваю снять, а уже конец месяца. Вообще кошмар. В общем, вот как выглядит. 25 рублей, 15 сантиметров. И на батарейках она там. Как я понимаю, это батарейки там внутри. В общем, купила я елку. У меня такая была она уже очень много лет. Как бы была, может быть, даже 3-4 года. Сломалась. Ну, там имеется в виду, то ли батарейки сели, то ли что-то еще. У нее отпало. Вот. Ну, так. У меня здесь пока ничего нет. Это духи всякие. Тут мамины мои. Видите, как все выглядит. И еще, что я купила, тоже не показывала еще. Потому что это недавняя покупка. Это домик. Вот такой копилка новогодняя. Из магазина фикс-прайс. Очень классная вещь. 99 рублей стоит. Вот. Новинка. Ну, там не сфокусировалась. Фокус ушел. Вот. Очень классная копилочка. Пока здесь стоит. Ну, в принципе, телевизор. Телевизор мы тоже украсили вот такими вот уже цветными, красивыми колпачками. Фикус. Которому больше, чем мне где-то. А может быть, даже мой ровесник. Уже не помню. Вот. Мы тоже украсили его красивыми колпачками. Следующее, что здесь есть из новогоднего, это такие вот игрушки красивые. По-моему, это все из фикс-прайса. Видите? Всякие собачки. Дед Мороз. И вот так вот делаете. А там всякие шарики летают. Ну, типа снег. И из новогоднего у меня, кстати, еще чехол. Покажу вам мой красивый, любимый чехольчик. Типа Новый год. Красота. Следующее. Вот с этой стороны здесь пока ничего не украшали. Это вот как раз моя зона, так скажем. Видите? Здесь у меня мои игрушки. И Мишка колпачок ему надела. Это вот мой самый любимый Мишка. Здесь всякие тряпочки для того, чтобы стол украсить. Для того, чтобы просто вот украсить для елки. Стол, стул точнее. В общем, очень много здесь у нас всего. Просто закупились как-то в том году. Тоже новогодняя такая типа якобы атмосфера. И вот это все, это игрушки. Вы не поверите. Здесь у нас все связано с игрушками. То есть вот эти вот коробочки, кстати, очень классная вещь в магазине FixPrice. Там всякие вот... Короче, у нас просто очень много всего. И это надо использовать. Даже вот елка есть. Такая. У меня вообще всегда была своя маленькая елочка. Она вон там стояла на окне. Но что-то пошло не так, и она пропала. Осталось только вот это вот с ленты. И еще какие-то там валяются. В общем, сейчас будем открывать и смотреть. Это видео получится, я думаю, слишком длинное. Но ничего страшного. И вот вам покажу мой аутфит. Видите? Все по-новогоднему. Носки новогодние. Такие, смотрите. Они очень классные. Мне прям очень нравятся. Ну, как можно не полюбить эту красоту. И новогодний свитер. Смотрите, какой он классный. Он черный с таким бубенчиком. Тут пайетки красные. Ну, в общем, все по-новогоднему. И оленьи рожки. Просто вау. Мне очень нравится. Такая новогодняя атмосфера. 99 рублей в магазине лента продается. И я еще купила там другие зайчики, ушки. Но это в следующем видео вы увидите их. Теперь мы будем выбирать вот из этой вот коробочки, которая первая у нас, здесь игрушки и также конус. Надо выбрать, какой будет конус. Потому что вот в том году мама говорит, кстати, на заднем плане мама, моя собака, которая не хочет сниматься, она не любит. В общем, вот так вот выглядит то, что было в том году из магазина Fixed Price. Я выяснила, как это включается. Вот так. Она очень такая классная на такой вот штучке. Но она была в том году, поэтому в этом году ее, видимо, не будет. И это стеклянный, что ли, он? Да нет, вроде пластик. Тоже такая красивая. С какими-то узорами вообще. Темно-синяя. И вроде это последняя из всех. Так, не разбить. Вот такая вот красная. Тоже симпатичная, длинная. И как раз в коробочке лежит. Можно даже будет достать. Не знаю, какую. Красную или синяя. Я голосую за синюю. Да, синяя она такая. Красная, по-моему, до этого была тоже. Я тоже не помню, какая была. Но синяя, она очень такая симпатичная. Пересовка у нее классная. Вот, здесь у нас еще в этой коробке куча игрушек. Ты нет, ты вот эту выбрали и эту возьми, убери, туда клади к себе. Кого, в голубую? Да, туда, чтобы потом убирать в коробке. Вот, такие игрушки в Ленте, по-моему, покупали. Их очень много. Ну, здесь как бы у нас по коробкам вроде таких много. В детском мире, мне кажется, мы выбрали. А, это из детского мира, точно, да. Ну, я влог снимала, везде уже повисим. Это корова, год коровы, что ли, или не знаю. В общем, шар какой-то тут. Это такой, типа, формат влога, я не знаю. Наверное, будет по несколько частей. Первая, вторая часть. Первая часть у нас, в общем, игрушки. Здесь очень много игрушек, и с этой стороны я показывала. А потом будем вешать. Так как видео будет, ну, такое вот длинное, не хочется, чтобы оно было. Хотя я, ну, там, ускорение поставлю. Ну, все равно. И игрушки, а потом, это вот такая она. Обычно мы ее ставим. Смотрите, это... Где духи, может, поставить. Как это порода? Пудель. Да, пудель. Красивая девочка такая. По-моему, у нее нет вот этой вот штучки, которую вешаешь. Поэтому мы ее ставим. Да. Будем? Туда положили, да, поставим ее. Хорошо. Эту возьмем. Далее. Это с таким мелым зайкой. Красивый шарик. Сейчас. Ну, тоже давай, если это синяя, зайку повесим. Да, это синий заяц. Давай туда его. И... Ой. Лягушку надо. Будем? Да. Такая вот лягуха. Тоже стеклянная. Красивая. Ага, года два назад покупали. Плакции совсем задешем. Да, очень красивый набор. Розовый такой цвет. Тоже коробки такие большие. Так. Красивые. Я думала, кстати говоря, у нас уже их нет почему-то. Такая вот красивая темно-синий цвет. Смотри, темно-синий цвет. Мой любимый вообще шикарно покрасил. Если не тунису, то нормально будет. Ну, если обдаваясь. Пускай будет. Темно-синий с серебряными блестками. Да, тут тоже можно положить. Здесь у нас сова стояла. Сова, кстати, есть. На ней сова и вот этой вот корзинки. И типа прикольно. Это мы украшали. Я фон украшала для видео. Кстати, тоже. Не знаю, может быть, года два назад, когда снимала с руками еще. В основном. Видите? Корзина какая. Такая. Шапку заказывала. Шапка нашлась. Ура, шапка нашлась. Я хотела вот этой сове, которая вот тут, где, вот, правильно, нет, вот. Короче, я хотела этой сове шапку сделать, я сделаю. У нас будет классная смешутка. Наверное, сейчас и прифигачу. Так. Новогодняя. О, шикарно. Вот такие в ленте покажи. А, я покажу вам. Показ, да? Да, в ленте там. Точно такой же наборчик. Мы купили в том году. Вот. Вот. На мне фокус постоянно и уходит. Вот. И, кстати, как выглядит, набрать на стороне вот эти штучки, отклеивайте и приклеивайте, куда вам вообще закончится. Двойной скотч. Там двойной? Это вот то, что мы покупали, видите, с этикетками. И то, что прямо было куплено, по-моему, в январе. Я еще на новую камеру вот эту вот снимала. Она была новая прям вообще. И училась снимать, так скажем, на нее. И решила снять влог. А там мы зашли в детский мир. И игрушки все вообще были уже, так скажем, за маленькую сумму. Красивая. Робля девятнадцать, наверное. Ну да. Там, если в локах открыть, там видно цены. Да. Нам подарили игрушку. Это очень классная игрушка. Она сделана как будто из маленьких бисеринок. Из таких. Далее. Вот новые игрушки. Тоже давай повесим, что зря они лежат. Серебряные, да. Красивый цвет. Вот так вот. Это гриб, шишка и орех. Нет, не все. Из фикс-прайса птички, которые сейчас тоже продаются. Кстати, им уже, я не знаю, очень, ну, как бы много. А эти вот такие красивые. Это я наряжала когда-то. Вот. Из гирлянды. Кстати, раньше она тоже продавалась фикс-прайса. Сейчас уже такой нет. Коробочки из фикс-прайса. У меня мама любит коробки, я это говорю. Во. Какие классные. В этом году я скромно купила ни одной. Вот такая железная с Дедушкой Морозом. Нет, я так вам покажу. Вот этот вот. Чудным образом появился фокус. И вот эта вот елка. Они очень классные, но в этом году еще лучше сделали. в коробке подарочные железные. Я снимала, там еще лучше. А, это у нас Снегурочка, Дед Мороз и Долговязый снеговик. Давай. Открывай. Что-то ты наговорила. Это Снегурочка одна. Ну, Снегурочка, Дед Мороз и Долговязый снеговик. Вообще-то, Долговязиков мы любим. Но почему-то их сейчас нигде не продают. А если продают бабуши, то они очень дорогие. Они дорогие. Они там больше тысяч стоят, а у нас... А нам денег жалко. И вот Дед Мороз. Ему много лет, так же как-то Снегурочки. И вот этому вот... А, тут еще собака, кстати. Тут собака, снеговик вот. Подождите, у нас Снегурку ногу сломала. Снегурка сломала ногу. А, я срочно нужна. Скорую Снегурочка. Снегурка штаны потеряла, я ее сломала. Стоила Снегурочка 213 рублей. Ой, это очень давно покупали, я была маленькая. Да, 10 точно. Коробочка, смотрите, тоже из Сикс Прайса. Можно подарить. А, кстати, маме там тоже купила красивую коробочку. Она выглядит так. Ель я показывала, которая... Вот, смотри. Ой, Снегурка. А, надо показать. Аккуратно там ее бери, а то у нее травма. Перелом. Вот, как выглядит Снегурка. Какая она по-настоящему классная. У него личностей. Такая девочка у нас шикарная. Даже поближе покажу. У нее реснички есть. Смотрите, какая она. У подставочки. У нее там своя подставка, как у всех кукол, которые... Туда ее, стой к себе. Коллекционные куклы, да. Такие длинные. Сейчас тоже в Атаке и в Ашане тоже есть такие длинноногие. Только там, по-моему, Снеговик. В общем, тоже классно. 500 с чем-то рублей, что ли, стоит. Ну, мы купим. Не очень классно. А здесь... Так прикольно. Мне так нравится. Видите, одна серия. Только Собака и Снеговик. А теперь посмотрите на нашего Дедушку Мороза, который в тренде был еще 10 лет назад с нарощенными ресницами. Реально кукла такая, смотрите. Какая классная. Ресницы нарощены у деда. Вот у него как выглядит. Он не на подставке, он сам по себе стоит. И стоил он 440 рубля. А сейчас бы стоил, не знаю, наверное, тысячи две. Если не больше. Не знаю, такие игрушки сколько стоят. Не, не помню. Вот эта вот жар-птица куча уже тоже лет. И она такая красивая. Тоже вешая. Кстати, да, ее посерединке можно наверху повесить. Это прикрепляется к елке. Такие красивые заколочки. Я нафиг спросил, купали куда-то. Нет. Нет? Нет. Такие. Хозяйственные, дорогие. Вот небольшая, очень красивая голубая. Я думаю, голубая как раз-таки тоже подойдет. Раз у нас елка будет в таких оттенках. Розовая. Видите, какая красивая. Потом зеленая. О, какой салатовый даже цвет. И серебристая. Во, конь красивый. Коробка. А, это мишура. Здесь очень много. Во, сколько разноцветных мишурас. Я покажу. На маленькую елочку. Вот такой медведь. Красивый. Это красивый самодельный снеговик. Тоже на елку вешают. Можно куда-нибудь поставить. Это мои любимые. Это коробочки. Из-под чего-то. Из-под коньячка. Это моя любимая. Люди подумают, батюшки коньяк пьет. А, вот. Какая красивая. Я вам про эту игрушечку говорила. Это моя любимая игрушка. Мы ее купили, потому что у него носик отбитый. Да, это в том году в ленте. Видите, нос отбитый. Сидел один с отбитым носиком. А все были красивые. И мы взяли его, потому что никто бы вымоку пьет. Установили. А его усыновили. Вот такие тоже на столик мы кладем. Всякие. Да, это в перекрестке мы покупали. Это дорогие игрушки вообще, да? Это... Я не знаю, с чего они сделаны. Керамическое, наверное. Вот такие вот. Медведь красивый. Это колокольчик. Ну, тоже игрушкой служит. Красивая такая. Да, есть игрушки, за которые денег не жалко. Вот сова маленькая. Обычная. Это, по-моему, в Атаке мы покупали как раз в том году. Конечно. А где же с моего детства игрушки? Все разбились? Да. Нет. Смотрите, вот медведь. Красивый. Вот такая вот красивая эта свечка. Ну, давай. Такая вот свечка с белочкой. Грибочек. Красивая тоже. И какая-то девочка. Такая вот. Аленушка. Ну, может быть, Аленушка. Вот такой. Это не мои детства игрушки. Это стекло. Свечка. Белка. Есть ли у кого-нибудь такие белочки? Напишите. У мамы, у папы, у бабушки в детстве. Розовенькая белочка такая, малиновая. Белочек повесить надо. Надеюсь, не разоблются. Ты же сказала, что не будешь вешать. Ну, жалко, но надо повесить. Это медведь у нас. Игрушка. Это уже просто обычные игрушки. Стеклянные. Ну, обычные, не с твоего детства. Вот. Ну, давай. Красивые. И еще вот такие старенькие тоже. Да. Мне было лет пять, когда эти игрушки купили. Мама нарядила елку. Я обрадовалась, попрыгала у елки. Развернулась и пошла. Я не заметила, что... А может, заметила. Может, я потянула за... Как он называется? За дождик. И все эти игрушки полетели вниз. Она еще вот золотая, последняя. И вот это остатки от того набора. Но все больше нету ничего. И пока это все игрушки, которые мы разобрали. Теперь осталось выбрать то, что нам нужно. И повесить на елку. Но это пока будет первая часть видео. И во второй части, это уже будет продолжение. Там будем наряжать елочку красивыми игрушками. И надеюсь, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok